Ну а депутаты, похоже, в ожидании перевыборов. О своей готовности побороться за голоса избирателей нардепы заявляют открыто. Правда, с условиями. Какими, расскажут мои коллеги. В среда традиционно полупустой зал, хотя регистрация показала виртуальное наличие нардепов. Согласно регистрации, в зале 345 депутатов. А в зале сейчас чуть больше полторы сотни народных депутатов, увы. Так что, помимо вопросов различных ратификаций, нардепы обсуждают законопроект, за который в ближайшее время нужно будет голосовать. Один из главных о нацбезопасности. Его внес президент как неотложный. Утром документ зарегистрировали. Он должен приблизить Украину к стандартам НАТО и реформировать весь сектор госбезопасности. Цей законопроект закладает новую архитектуру управления сектором безопасности и обороны. И благодаря нормам, которые будут приняты этим законам, Украина, по сути, приблизится в секторе безопасности и обороны к стандартам НАТО. Есть посада цивильного министра. Вважается, что Министерство обороны должно обеспечить эффективную деятельность СССР. Украина вертикаль командования военно-управленных решений, она полностью дологована и завязана на президента. Министер обороны, как политическая фигура, исключительно обеспечивает деятельность. Именно поэтому он должен быть цивильным человеком. Он должен быть не из армии, потому что вертикаль военно-управленных званий не влиял на его деятельность. Поэтому давайте ждем финального текста. Мы не видели этого документа, но если этот документ приближает нас к примирению на СССР, то, соответственно, он получит поддержку в парламенте. Если это будет очередная политическая декларация, накшал так называемого закона про реинтеграцию, который, на самом деле, негативный сигнал надав людям, которые находятся на неконтролированных территориях, то мы будем против этого документа. Обсуждают депутаты и закон об антикоррупционном суде. Но пока профильный комитет его одобрит, нардепы перешли к предвыборной теме. И в каждой фракции по очереди стали заявлять о своей готовности к досрочному переизбранию парламента и о своих требованиях. Активизировались разговоры о досрочные парламентские выборы. Распуск парламента, задеющей выборчей системой, не решит проблемы ни борьбы с коррупцией, ни все другие наглядные проблемы страны. Мы готовы идти на досрочные выборы за условия изменения выборчего законодательства, принятия закону про открытые партийные списки, скасывание коррупционной мажоритарки. И тогда, будь ласка, идем на выборы. Вы знаете, блок Петра Порошенко завжди готовит к будь-яких выборах. До частных, строковых, нестроковых. Потому что единственным джерелом влады в Украине есть народ. То, что касается нашей фракции, нашей партии, мы готовы участвовать в любых выборах. В очередных, в неочередных. Хотим, чтобы были одновременно внеочередные. И президентские, и парламентские. Все фракции настаивают на открытых списках Рада на полпути к этому. В прошлом году кодекс приняли в первом чтении. А вот подготовка ко второму чтению застряла в комитетах. И неизвестно, когда документ появится в зале. Если закон о выборах изменится, и принимается закон о открытых списках на пропорционной основе, тогда выборы можно проводить. Мы должны сначала принимать закон о открытых выборах, принимать закон о антикоррупционном суде, а тогда, конечно, на переборах, потому что это будет абсолютно другая система. Это как второе чтение 4400 правок. Их нужно физически работать. Комитет над этим работает. Когда этот кодекс был проголосованный в первом чтении, вы же знаете, что он случайно был проголосованный, вы это помните, так? И то люди, представители коалиции, очень высокоповажные. В полуарах между собой говорили, ничего, ничего, мы во втором чтении и завалим. Это вам цитата. Так что это намеры стосовно этого закону. На жаль, конфигурация парламенту не позволяет нам ухвалить это решение эффективно. Можливо, что это будет на уровне 226 голосов. У нас очень много есть мажоритарников, у нас очень много есть политических сил, которые это не поддерживают. И очевидно, что те мажоритарники, которые прикипели, в определенном случае, до своих округов, они не будут поддерживать эту идею. Так что требования большинства фракций рискуют столкнуться с реальной нехваткой голосов. Но пока закон об избирательной системе даже не на подходе к залу. Скорее, здесь появится законопроект об антикоррупционном суде. Комитет одобрил президентскую версию документа и рекомендовал проголосовать его за основу. Кроме того, на завтра анонсированы кадровые вопросы назначения авбудсмена и главы Нацбанка. После отчета Гондаревой. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...